здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала у меня сегодня очередной ролик в рубрике готовка и готовить я буду сегодня опять таки фазана потому что фазана можно приготовить на множеством разных способов сегодня фазана я буду тушить в духовке в таком вот казаночка он будет с шампиньонами и под майонезом хотя конечно я встречал такие мнения что под майонезом тушить нельзя но вы знаете практика показывает что таким можно в общем вступление закончено переходим ингредиентам по условиям так сказать задачи у меня есть фазанчик вот он не самый большой но я надеюсь самый вкусный грибочки шампиньоны вот они я про специально выбирал такие средних размеров хотя конечно если были еще мягче было бы еще лучше вы можно было жарить целиком морковка натертая вот еще луковичка подсолнечное масло и майонез я взял 67 процентов ну и теперь дальше а да еще и еще специи можно взять специи вот для курицы но я лично предпочитаю хмели-сунели поэтому я буду готовить хмели-сунели ну а вы уже смотрите сами по вкусу вот ну теперь можно приступать у меня уже предварительно разогревается духовка и пока она разогревается я разрежу фазана на куски такие кости для припозднившихся гостей кто опоздал тот кушает кости опоздавшие гости и кушают кости можно разрезать и вот это можно разрезать пополам хотя шею можно отделить есть теперь разобранного на отдельные куски фазана нужно посолить натереть специями и обжарить на подсолнечном масле можно на сливочном на сливочном лучше жирнее так сказать но за не менее можно использовать и растительное и на второй сковородке я буду обжаривать крупно порезанный лук вместе с шампиньонами пока я добавляю соль и специи нарубленного фазана я наливаю масло в этот казаночек чтобы оно разогрелось и в нем потом я буду фазанчика обжаривать есть пока оно разогревается хмели-сунели вот так посыплю и перемешаю не знаю мне почему-то нравится хмели-сунели может просто я не пробовал других приправ вообще-то я не очень люблю когда допустим мясо там шашлыки делают с какими-то приправами и так далее я сторонник того что чем меньше приправ тем лучше ну вот хмели-сунели мне понравилось и если вы помните я с ними шурупу варю и и ваше папа делали все такое 1 2 3 4 5 начинание выгружать прекрасно все влезло все прекрасно влезло сейчас я покажу вот будет она здесь у меня обжариваться я буду перемешивать обжаривается но до образования румяной корочки а духовка не помню говорил или нет предварительно разогревается духовочка и на второй комфор очки я сейчас буду обжаривать лук крупно порезанный и шампиньоны почему крупно порезанный не знаю мне так захотелось потому что в одном рецепте я прочитал что там обжариваются шампиньоны вместе с небольшими головками лука целыми я не специалист смысле я не профессиональный кулинар а я не знаю будет ли оно одно и то же крупно нарезанный лук или просто мелкие головки или нет сегодня я экспериментирую и мне захотелось нарезать лук крупными кусками а кто сильно нервничает по этому поводу лучше налейте себе рюмашечку там коньячку или там водочки выпейте и успокойтесь ибо нервные клетки не восстанавливаются пока масло разогревается я все таки слегка покромсаю шампиньоны вот они такие допустим на четыре части думаю будет нормально интересный ножик ножичек был сделан говорится на тюрьме и прослужил он верой и правдой уже не один десяток лет лет 20 это точно этому ножу колодочка у него вот сделано наборная из оргстекла красиво тут еще внутри такая мета полость заполненная маслом я надеюсь желтым маслом ней плавают пузырьки воздуха и пересыпаются битое разноцветное стекло вот эти душевно делали а на клиночке еще был такой узор от времени он уже сточился сточился он видно его но нож продолжает функционировать вот такая колодочка кстати очень удобно ухватит и такой инструмент о были люди раньше на тюрьме рукастые ну вот вроде бы все порезал и грибы и на сковородочку грибочки даже лучочек крупно нарезанный принципе можно его так вот немножко покрошить ой знаю будет меня критиковать один мой хороший друг имеет право если бы не критика друзей не было бы у нас роста не духовного никакого так кто же еще покритикует грамотно если не друг все обжаривается разогревается я пожалуй возьму и смешаю в майонез не буду показывать какой кру что на пачке написано что это от соседей от ближайших но не из россии и смешаю его натертой предварительно морковочкой сладенькая а а а а а а а блюдо называется кошмар гурмана а 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 по крайней мере в конституции нет такой статьи которая бы запрещала запекать что-нибудь в майонезе а а что не запрещено то разрешено нет такой статьи ни в административном ни в уголовном кодеке которая запрещала запекать в майонезе вот так пустая отработанная скомканная пачка это то что делает с каждым из нас государство высасывает полностью выжимает и выбрасывает а это надо перемешать вот это столовое серебро оно старше чем я оно было еще у моих дедушки с бабушкой когда они были моложе чем я сейчас вот знак качества ссср и что-то м м ц ц 3 . 30 а тут еще эмблема такая здесь украинские ну то есть за и украинская буква ш азиш не знаю что это обозначает но вилочки зачетное серебро понятно дело что это не цельная серебро это не полностью вилкой серебра оно покрыто причем слой довольно таки толстый ложки вилки вилки большие вилки маленькие ложки большие ложки маленькие вилки они сейчас это все у моей бабочки пользуются в очередной раз перемешиваю грибочки помощью ля 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 так и сейчас на дочеке он создало попереворачивать становится жарко прошло некоторое количество времени 15 20 и в принципе уже тут все дошло до нужной кондиции для того чтобы переходить в следующую фазу или к следующему этапу готовки так вот фазанчик уже такой он немножечко подрумянинный ну конечно кровушка еще кое-где выступает но как же без этого это же фазанчик это же дичь какая дичь без кровушки тем более он сейчас будет тушиться и бочки с лучочком вот уже тоже в принципе нормально кондиции в такой и теперь значит что я сейчас сделаю я выключаю фазанчика это еще пусть жарится и сейчас накидываю вот это вот смесь майонеза с морковкой ты где 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 распределяем равномерно а может быть даже всего влезет пожалуй я все закину внутрь а потом залью майонеза морковочка все красиво зацените красота ведь красота правда вот не понимая и вегетарианство ну как можно не любить вот такую красоту а ну а теперь вот это вот туда вот так раз два ухты еще может и не хватить майонеза должно хватить будем растягивать вот вот ну вы поняли короче ай-яй-яй как красиво как это будет вкусно я так подозреваю мазик зацените ухты . нагрелась так теперь я накрываю и туда в духовку блин там настоящий ад там филиал пекла только чертей нет потому что черти все там уже и сжарились опа и оставляю его там ну минут наверное на 40 это как минимум а то может быть даже и на час потому что фазан это дичь этого мне курица у него мясо более жесткая требует прожарки в течение или даже тушения в течение более длительного времени увидимся через час пока можете пойти попить чайку кормейку там водочки телевизор очки кто здесь прошло уже около 40 минут и по запаху фазанчик мой уже начал немножечко подгорать поэтому было принято волевое решение выключить духовку и доставать его площадь и делаю вот какая красота вот такая замечательная красотища ну как его попробовать конечно подобраться туда подклупнуть это грибочек это тоже грибочек блин да где ж тут мясо а вот она там о вот речу пальцем коснулся ну раскалывается она мягко так ну вот кое-как отколупнул пробую волшебно это просто волшебно короче я говорю гарри поттер шалость удалось и рецепт удался я смотрите его в описании под видео всем всего хорошего до новых встреч поддерживайте мой канал лайками и дизлайками комментариями любыми можете хоть мальчики писать мне все равно а роботу youtube а тем более кто может конечно же закидывать деньги на кошелек на приватбанковскую карточку вот ну а также я рад видеть всегда на канале спонсоров которые могут поддержать там тем же мясом специями водочкой селедочкой всех родителей короче все всем всего хорошего до новых встреч а я пошел кушать фазана хpar и и и и и и и и